У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. 62 дней у вас срок просроченного времени, 57 574 рубля сумма к оплате. Предитор требует возврата. Об этом, вижу, вы были проинформированы. Значит, сегодня, 9 апреля, эти деньги должны быть на счету. Вопрос решили? Расскажите мне о полномочиях специалистов административного взыскания. Я задала вопрос. Вопрос решили с погашением долга? Я тяпку тебе пока не разрешала. Итак, повторюсь. Это так вы можете пообщаться со своим сожителем, а не со мной. Сожителем? Рекомендую прямо сейчас так начать диалог, а не со мной. Тогда пошла в будку, мразь. Да мне не надо демонстрировать проблемы вашего общения. В будку, мразь, специалистов на административном взыскании. Если это привычный для вас образ общения, это ваша проблема. Я не хожу, займы не оформляю. Я не живу в доме. Мразь сказала, прав у тебя нет, так называемый. Алло. Да, да. Здравствуйте. Елена Борисовна? Да. Досудебный отдел взыскания компании МИК-кредит. Кулаков Владимир Владимирович. По поводу вашей задолженности. 7116 рублей вам необходимо внести в проговоры займы. Сегодня оплата по столице? Нет. А чем вызвана задержка выплат ваша? Это не задержка, это отказ от выплат в добровольном порядке. В добровольном? А в чем причина? Не скажу. Если вы не будете на этом этапе решать вопрос, в дальнейшем ваш договор будет передан к коллекторскому агентству. По агентскому договору. Пожалуйста. Понимаете, если вы сейчас с кредитором не хотите... О, а с коллектором я прям рисую. То, что вы отказываетесь от оплаты, то есть, наверное, определенные основания. Правда? Ну, я не обязана. Вы не готовы к оказывающим этим вещам? Или просто не желаете общаться? Ну, не желаю. Ну, в таком случае, я вас уведомляю, у вас послезавтра от очередного платежа погребят. Время просрочным платежами на данном, мы так мы работу по договорам уже не везем. То есть, мы передаем договор уже в отдел выездного взыскания. Сотрудники, которые имеют... Кулагин, ну ты-то уж не чужи на старости лет. Ну, ты-то успокойся. Разговаривай посерьезно. Без своих выездников, без всяких там этих пугалок и без всего. Ну, как ребенок, не веди себя. Ладно, мальчики, твои там подрываются, взрываются, хотят денежок срубить. Но ты-то уж понял, что не надо тебе так разговаривать. Все, я испугалась, зафиксируй отказ и давай, Вознюков, требую, требую, требую. Я вас услышал. Давайте, пожалуйста, все равно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю. Сергеевна? Да. В компании МВА-финансы есть специалистка Вечкова Татьяна Андреевна, где-то за разговором. Ты такой быстрее, по-динамичнее разговаривай, что-то там тянешь, словакой. МВА-финанс? А мне некуда спешить. Чего орешь, что? Психопатка? Десять колл сделай. Ваше порядке. Что ты орешь, что с руками? Все, отыскала, можешь отправляться. Ваше порядок. Все, не получится. Оплата от вас поступает? Конструктивного диалога у нас. Иди водички похлебай. Конечно, не получится. В мордочку себе попрыскай немножко, отвяжись и перезвони. Как положено, доложишь обстановку. Здравствуйте. В компании МВА-финансы, специалист Ручкова Дарья Александровна, ведется запись разговора. Вопрос о просроченной задолженности перед МФК «Займ онлайн» 108 дней просрочки. Сумма к оплате 60 фунт тысяч 13 рублей 72 копейки. Внести оплату вам необходимо до 11 апреля в полном объеме. В какой день ожидать от вас оплаты? Сейчас я уточню. Своего секретаря. Что у нас там? Долго времени. МВА-финансы у нас что там? А, посылание нахрен. Но у вас некомпетентный какой-то секретарь, сейчас говоря. Некомпетентный? Некомпетентный, да? Мария Владимировна, оплаты тогда от вас поступают, да? Посылание на сервала с аккредиторов. Зафиксируйте, да. Нет, такого нет ответа. Примите, какой есть ответ. Передача дела в судебное производство, 121-я статья гражданского правительственного кодекса, судебный приказ в одностороннем порядке. Далее работают в Федеральной службе судебных приставов. Не забывайте, что они продолжают свою работу без приема граждан. Арест ваших счетов, арест вашего имущества. Супруга также арестует на основании 64-й статьи Федерального закона. Если у него есть доход, то он работает официально. А меня еще обещали куда-то там продать, перепродать. Как вы думаете, это произойдет? Что еще раз спросите? Просто продать на электронных торгах меня обещали. Это произойдет? Вас лично обещали? Ага, вместе с моим договором. Нет, но ваш договор, конечно, может быть выставлен на коллекторские торги. Они могли бы мне пояснить права цинвента и цессонарии, а то меня очень интересует это. Да, но вы сначала обратите к своему кредитологу, вопросу косточной задолженности. И какие права он имеет перед цессонарием? И имеет ли он вообще какие-то права? Ну вы можете пояснить? Ну вы же позвонили, как представитель юридического лица. Вы себя позиционируете очень грамотными. Ну ответьте на вопрос. Конечно. А для чего же вы тогда звоните, если вы ни хрена не понимаете? Тон, тише, делайте так, чтобы вы развлечались. Эй, 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 лошадь, суду, лошадь. Бомбурка, бомбурка. Встречаемся. Фиксируй, что у вас нахер поклали. Нет, мы не прощаемся с вами. Это тебе побольше надо эмоций, да? Это все, что вы можете сказать. Тебе дома не дают эмоции? Это все, что вы можете сказать, Мария. Ты как вам пишешь. Это я работаю. Ты работаешь тупицей. Ты работаешь тупицей. Тупицей. В трудовой написано должность тупица. Когда у тебя немножко уровень повыше будет, ты будешь старшая тупица. Что смотреть-то, это всем понятно. МБА тупица. Я знаю, что это мое право тебе унижать. Я знаю, почему сказать, это тебе все бумерангом. Вот ты когда будешь думать, а за что и почему со мной так? А я говорю бумерангом. За каждого человека, кому ты позвонила и натрепала своим поганым языком и грязным ртом. Вранья столько, что ты даже тварь не думала. Кому что и говоришь. Ты рассказываешь про судебную производство, не клипа, не понимая о том вообще, как оно проходит. Плохо от того, что вы делаете место. Есть специально психологические номера, по которым вы можете высказаться на реаниматике твоей помойки и ты не будешь там. Куда стоять? Ой, она включила мне платную линию. Ну ржаться, ну ржаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Общитосограниченное ответственность у Кредитэкспресс-финанса. Меня зовут Мухлаева Лемира Феликсовна. Ведется запись разговора. Хабал, чудо. Понятно. Скажите, ваш номер 929-96. Не скажу. Идет поиск. Что? Не скажу. Послушайте, придется взратить разговор и приобщать к Материалу дела. Информация на Материалу. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в Москве. Да уж ты чё тебе, Кэп, уже разошелся, пристав приплел. Ты чё, живный? Открывайте административное дело. Ты чё, живный? Вас оштрафуют. Оштрафуют меня. А тебя выкинут из России. Алло. Здравствуйте, Игна. Это вы? Да. Это компания МБА Финансы. Специалист административного опускания. Кольчево Ольга Дмитриевна. Ведется запись разговора. Ирина Геннадьевна, у вас имеется просроченная задолженность в компании МИКредит. По займу, который вы оформили сознательно и добровольно. 8 ноября прошлого года. Слушай, кто тебя так научил, Глайн, только одна ты так говоришь. Сознательно и добровольно. Ты же не видела, когда я заключала договор. Сознательно и добровольно, либо меня держали семеро. Сумма вашей задолженности. По состоянию на вчерашний день. Кольчево. Сегодня, соответственно, сумма выше. Крипто отрабатываешь. Вам необходимо произвести оплату в полном объеме сегодня. Крайний срок завтра. Ну, конечно. Как скажешь, так и сделаем. Вы намерены оплату произвести? Ну, а как иначе-то? По-другому, наверное, нельзя, да? Оль. По-другому нельзя? Нельзя, да. Ирина Геннадьевна, мы к вами на ты не переходили. Оля, Оль. Что делать? Денег нет. С вами все в порядке? Нет, ты говоришь, так нельзя, надо платить. Что делать? С вами все в порядке? Ну, да. Ну, ладно, сначала себя чувство привести. Оля, а что делать? Оля. Сами себе смеетесь? Сами на словах? Олечка, ну, подскажи, как выйти из ситуации. Ирина Геннадьевна, а как вы выходили из ситуации ранее? Вы работаете? Я не на диване лежу. Вы трудоустроена? Задам по-другому вопрос. Не, Оля, лежу на диване. Может быть, так понять не будет? Так ломы на работу. Замечательно. Угу. Ну, наверное, неплохо так лежать на диване. Вообще шикардосик. И пользоваться чужими денежными средствами. Нет, я со своими обнялась. На данный момент вы уже целая статья Гражданского кодекса нарушили. Да ну? Статья 810 Гражданского кодекса. Оль, скажи, меня не посадят, Оль. Обязан в области полученную сумму займов срок и порядки, которая предусмотрена договором займа. Я ответь на волнующий меня вопрос. Меня не посадят. Это обязанность, это требование кредитора, а не просьба. Ну, меня точно сидит, да? Ольга Геннадьевна, в случае не оплаты кредитор применит более действенные меры в отношении вашей задолженности. Вероятнее всего состоится переуступка правотребования. Переуступка? А что это такое, Оль? Что такое переуступка? Оль, что такое переуступка? Это ваша задолженность будет выставлена на электронные торги, и какая-нибудь организация выкупит вашу задолженность. Так. В этом случае вам придется оплачивать на другие реквизиты другому кредитору. А что они у меня шашлык делают? У меня шашлык делают. Тракция прежней, Чпитрозаводск, Ли-63, это сады? Я не помню. В паспорт посмотрите, Ирина Геннадьевна. Там есть лицо, продевать. Уклонение ваше зафиксировало. У вас есть сутки на заборовольное поглошение. Пока, Оль. Очень смешно. Оля, пока. Не переживай. Дайдешь себе деда какого-нибудь пьяницу и будешь жить с ним счастливым. Ирина Геннадьевна, ну насколько я понимаю, вы про себя это рассказываете. Мне не нужно об этом знать. Уклонение зафиксировало. Да. Алло, добраться. Здравствуйте. Виктория Константиновна, верно? Вы кто? Компания КредитЭф Рус, наш сайт Кредита24, меня Садоев Камиль Нодарович зовут. Дату рождения уточните, пожалуйста. А ты мне свою. Ну а ты что ли с вами пришли? Ну а ты что ли, конечно. Друзьями стали или что? Тихо, новая история. Таких друзей душило. Прямо сразу. Дату рождения, назовите. Смотри мне свое, назовите. Срочно. Чтобы я убедился, что это вы, а не третье лицо. Не пофиг на тебя, что тебе надо срочно. Вы не готовы слушать информацию важную для вас? Твое блеяние противно слушать. Я не то, что не готова, противно. Понятно. Смотри, там что-то тянет, так тянет, такое высокомерное. Пятнадцать минут вам, пятнадцать минут, чтобы отвалиться. Я тебе даю две секунды провалиться. Пятнадцать минут. Время пошло. Алло. Здравствуйте. Рост деньги. Достаня, а не полосыгечка, а по ней рост деньги. Кичкинёвый, любовь, искорить. Наверное, решение отсюда и везут домой. Прикепка какая на носу? Деревянная или пластмасс? До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...